Друзья химчане, всем привет! Сегодня мы находимся в гостях у Дины Захватовой. В ее семье в начале этого года произошла беда с ее дочерью Радой на уроке физкультуры в учебном комплексе «Перспектива» на левом берегу городского округа Химки. Дина, расскажи, пожалуйста, что случилось с дочерью и какое ее сейчас состояние на данный момент? На уроке физкультуры в начале этого года моя дочь получила очень серьезную травму. Компрессионный перелом четырех позвонков. Это произошло по халатности администрации школы, конкретно учителя физкультуры. Дело в том, что во время занятий другой ученик взял мою дочь за ноги и сделал ей принудительный кувырок назад, сверху еще и напрыгнув. Это у них такие игрища, что ли, получается? Я даже, честно говоря, до сих пор не понимаю, как так произошло. И где в это время был учитель, как он поясняет, что он этого не видел. А вот сейчас же у нас в школах везде натыканы камеры, там, не знаю, в раздевалках, в спортзалах, в библиотеках, чуть ли не в туалетах. Там камера работала или нет в этом зале? Она была там? Она вроде бы как была, как мне потом пояснил зауч по безопасности. Но она в этот момент ничего не снимала. Зачем там такие камеры висят? Я совершенно не понимаю. Моей дочери никто не оказал никакой первой медицинской помощи. Она пожаловалась об этом учителю, она полностью рассказала, что случилось. Моя дочь жаловалась на сильную боль в спине на уроке физкультуры. Учитель, как он сам потом пояснил, посадил ее рядом с собой на стул до конца занятий. Потом ее спросил, ну а что тебе лучше? Она сказала, что да, мне лучше, но спина все равно болит. И он ее, собственно, отпустил. Так как это был последний урок, то моя дочь пришла домой. И мне уже об этом, обо всем рассказала. Вызвали в скорую? Мы поехали в трампункт. И когда мы приехали в трампункт, ей сделали рентген. И, соответственно, сразу же нас положили в стационар. То есть с этого момента мою дочь принудительно уложили в горизонтальное положение. Не из-за того, что она не могла передвигаться, а из-за того, что нельзя вставать. То есть необходимо в течение длительного времени соблюдать постельный режим. Две недели мы пролежали в городской детской Тушинской больнице города Москвы. И потом нас выписали. После того, как нас выписали, мы соблюдали постельный режим. А сколько еще времени нужно было соблюдать постельный режим? Ну, в сумме от момента травмы два месяца. Просто там постепенно уже разрешают сначала вставать, ну, буквально там по пять минут в день, чтобы не давать сильную нагрузку на позвоночник, обязательно с корсетом. И уже в самый последний момент можно сидеть. Ну, хорошо. Вот получается, что выяснилось, что был компрессионный перелом, да? И ты, соответственно, обратилась сразу же в школу, сказала, что моя дочь не будет ходить на уроки в ближайшие месяцы из-за того, что... Ну, случилась вот эта трагедия. Как отреагировала администрация школы вообще? Начала внутренние разбирательства, проверки? Составила ли какие-то акты, бумаги? То есть, ну, что делала там? Дело в том, что они со мной даже не связывались. Я проявляла инициативу, чтобы с ними связаться, это было неоднократно. И по итогу они даже создали родительское собрание, где предъявили противоречащий акт. В этом акте о несчастном случае заявлялось, что этот случай произошел вроде бы как бы и не в школе. То есть, там прямо в бумагах написано, что, типа, в территории школы не зафиксировано происшествие или чего? Там в выводах они пояснили о том, что факт травмы не подтвержден. Хотя в другом акте они его подтвердили. То есть, они сами себе противоречат. А в том акте, это в каком акте? У тебя два акта на руках? Да, у меня два акта на руках, как оказалось. Один акт, который я получила 16 февраля, когда приехала сама лично и просто потребовала акт получить на руки. Его не было, его подготовили буквально за полтора часа. И в этот период времени, собственно, что успели, видимо, то и написали. Поэтому эти два акта, они противоречат. То есть, получается, что они на панике, скажем так, ошарашенные твоим приездом и напористостью, они написали акт, в котором сказали, что, дескать, так и так произошли несчастные события. Да, они просто описали события, которые произошли. А потом, когда прошло некоторое время, сколько, недели, две? Практически месяц. То есть, через месяц они подумали, осознали, что они написали, и они составили второй акт, в котором полностью отвергли те показания, которые были указаны в первом. Да, да. И при этом в этих двух актах совершенно разная комиссия, состав этой комиссии. Как это у них так произошло, я не представляю. Но и, по сути, это уже, наверное, не имеет особенного значения, так как прокуратура признала эти акты недействительными. Они сами, как говорится, включились в процесс? Или ты все-таки ходила, там, обивала пороги, писала жалобы и так далее? Я написала три жалобы в прокуратуру. Первая была жалоба моя, когда мы еще лежали с моей дочерью, и я понимала, что со мной никто не хочет связываться из администрации школы. Я не понимала до конца, что произошло. И в связи с этим я написала жалобу в прокуратуру. Они, конечно, долго отвечали, но по итогу они ответили. По итогу они признали школу виновной. Они вынесли предписание и порекомендовали мне обратиться в суд наш Химкинской за компенсацией морального и материального вреда. А о чем они предписание выписали? Какое предписание они выписали? В адрес школы, в адрес администрации? В адрес школы с тем, что закон был нарушен. Но здесь очень серьезный момент. Я все-таки считаю, что это не просто нарушение закона, это халатность. Поэтому я обратилась и в следственный комитет. Сейчас заводится уголовное дело по статье «Халатность». И поверьте, это не только моя личная жалоба. Вот со мной случилось, и я чем-то вдруг недовольна, мягко говоря. Слушай, у тебя дочь пострадала. Ты как мать, как законный представитель своего ребенка, ты обязана защищать ее интересы. Поэтому я не считаю это, не знаю, блажью или чем еще. Это те самые обязанности, которые ты сейчас исполняешься. Да, которые я должна реализовать. Просто других выходов, вариантов я просто не вижу. Я не могу сидеть и молчать об этом. Потому что очень много жалоб от родителей на состояние самой школы. На состояние, к примеру, даже в тех же самых детских туалетах, где присутствует антисанитария. Очень много всего было написано родителями. Они действуют, они писали жалобы. Нет, родители действуют. Мы в том числе тоже написали коллективную жалобу. Нет, результатов нет. В основном это определенные отписки. Ничего не меняется. Даже вот элементарно взять те же самые пресловутые туалеты, которые находятся в антисанитарном состоянии, где нет тех же самых бумажных полотенец. Они ответили, что в такие-то, такие-то сроки они исправят. Но я заходила в начале октября, жалобу отправляла в сентябре месяце. Все то же самое. Поэтому я даже не вижу смысла после многочисленных переписок с администрацией школы что-либо им писать. Но диалога нет. То есть, по сути, обращаются родители. Хотят улучшить учебные условия своих детей, а школа просто ставит глухую стену. Ничего не видим, ничего не слышим. Да, да. То есть, ну, примерно вот так и происходит. Причем уже, я так понимаю, на протяжении не одного года. Это мы пошли в первый класс. А судя по тому, как я общаюсь с другими родителями, у которых учатся старшие дети, все это происходит уже далеко не первый год. А какой комплекс, по какому адресу он находится, перспектива? Конкретно, где учится моя дочка, это улица Нахимова, дом 2А. Вот скажи, пожалуйста, Дина, ты затронула тему о том, что прокуратура рекомендовала обратиться тебе в суд для взыскания моральной и материальной компенсации. Вот, ну, я понимаю прекрасно, что для того, чтобы вылечить ребенка, поставить его на ноги, и чтобы не было каких-либо последствий после этого компрессионного перелома, нужно потратить и время, и деньги. Вот что уже сейчас на данный момент сделано, какие процедуры, сколько это стоило, сколько еще предстоит вообще потратить денежных средств, и, наверное, временных тоже, для того, чтобы раду поставить на ноги уже окончательно. Да, это недалеко не тривиальная травма. Это не палец, который мы порезали, и он сразу же через несколько дней заживает. Это позвоночник. Поэтому здесь важна реабилитация и восстановление. Несколько врачей, не только врач в больнице, но и в поликлинике прописали ради рекомендованный санитарно-курортный режим восстановления в специальных заведениях в течение 30 дней не менее 2-3 раз в год на протяжении 3 лет. Помимо этого, мы проходим реабилитацию в поликлинике в Москве. Это массажи, это электрофорессы и разные другие процедуры. Поверь, я уже даже сейчас на слух не запоминаю, я понимаю принцип действия, что это восстанавливает, для чего это необходимо. Но это происходит достаточно часто. Каждый месяц мы проходим какие-то определенные курсы. Сколько уже денег было затрачено? Или не считала? Я сейчас пока не считала, но я могу столько примерно сказать, на что я способна. К сожалению, я не способна сейчас вывести своего ребенка в специализированное заведение в течение 30 дней, потому что стоимость таковой реабилитации около 350 тысяч рублей. Она же не будет там находиться одна. То есть она еще достаточно мала, и там в любом случае нужно 8 лет. Да, в любом случае при такой длительной реабилитации необходимо находиться с родителями. То, что я сейчас могу позволить, это, конечно же, бассейн, который мы посещаем 2 раза в неделю, но хотелось бы даже 3 раза в неделю посещать, индивидуальные занятия. Стоимость 1700 рублей за одно занятие. И 2 раза нужно? Да, это минимум 2 раза. И в течение какого времени? Это минимум год. Не минимум год. То есть вот постоянно, каждый день? Да, да. Нужно обязательно заниматься. То есть нужно... То есть 3-400 каждую неделю, соответственно, 3-400 умножаем на 4 недели в месяц и умножаем потом на 12. Да. Это приличную сумму вообще выходит на себя. Да, да. И здесь вопрос, конечно, в том, что все это работает в комплексе. И это только один бассейн. Сколько других процедур еще предстоит сделать? Все работает в комплексе. Невозможно чем-то одним ограничиться. Поэтому я что могу сейчас потянуть финансово, то и делаю. Со стороны управления образованием по городу Химки была обещана помощь. А обещана когда? Когда вот все только произошло? Или они когда осознали, что это вообще... Когда только произошло. То есть они мне говорили о том, что да, это вина директора школы, и это не обсуждается, мы поможем вашему ребенку. Я говорю, давайте, чтобы мы не занимались, не доводили все это до суда. Достаточно того, что вы найдете хороший санаторий и поможете моему ребенку в реабилитации. А начальник управления образования по городу Химки на словах мне это пообещал, но воссыны не там. В конечном итоге я даже... Не хозяйцевому селу. Да, я перестала обращаться. Я понимаю, что это бессмысленно. Ни одна моя досудебная претензия не была рассмотрена в мою пользу. И поэтому я была вынуждена обратиться в суд. Сейчас у нас будет третье заседание 13 декабря, поэтому приглашаю всех неравнодушных для того, чтобы вы пришли и поддержали меня как родителя. Дело в том, что об этом нельзя молчать. Это еще один очень важный повод, из-за чего я обратилась в суд. Если я буду умалчивать об этом событии, то я сама развязываю руки людям, которые халатно относятся к своим обязанностям. Но есть же поговорка, да, что безнаказанность у нас рождает все дозволенности. Поэтому если ты смолчишь, к сожалению, друзья, у нас наблюдается не очень положительная тенденция в городском округе Химки, да и не только. Когда родители, подавшись первым правильным порывом защищать права своих детей в случае вот таких вот инцидентов, да, таких вот случаев несправедливости по отношению к их детям, они начинают борьбу, а потом либо под гнетом администрации школы, либо под собственными страхами о том, что к их детям начнут по-другому относиться, там ухудшатся условия образования и так далее, и отношения учителей, и не только. Они, к сожалению, сдают назад. Они забирают заявления, они не борются за свои права, и, соответственно, все это порождает в наших чиновниках и в тех людях, которые отвечают за образование в наших школах, мысль, что на самом деле все будет хорошо. Никакие жалобы родителей не доведут до конца. И поэтому наша с вами задача на самом деле в первую очередь показывать пример своим детям о том, что если мы боремся за свои права, то и они имеют право за них бороться. Конечно. И если мы говорим о людях, которые работают с детьми, у них не просто должно быть призвание к этому, а гиперответственное отношение. И если бы со мной пошли изначально хотя бы на какой-то контакт, они поставили глухую стену, то, возможно, ситуация как-то по-другому бы сейчас выглядела. А безучастие и полная отстраненность, оно, конечно, просто поражает и возмущает. Поэтому так нельзя, так просто нельзя. Но они должны любить детей, в первую очередь. Они должны любить свою работу, я согласна. Но в первую очередь они должны любить детей, потому что они непосредственно общаются не с учебниками, не с родителями, а с детьми, будущими гражданами России. И поэтому они должны защищать их интересы. А получается, что, судя по твоей истории, они защищают исключительно себя в этой истории для того, чтобы избежать ответственности. Вместо того, чтобы поддержать ребенка, поддержать родителей и сделать все необходимое для того, чтобы ребенок наконец-таки прошел и чувствовал себя хорошо. Да. Причем очень большая разница между администрацией школы и учителями. У нас, допустим, в начальной школе прекрасная учительница начальных классов. И причем я сейчас хочу все-таки подчеркнуть, что все мои сейчас претензии направлены в адрес администрации школы. По той простой причине, что если мы берем, допустим, педагогов, там есть прекрасные педагоги. Те педагоги, которые занимались непосредственно с моей дочерью и надомным обучением в том числе, это квалифицированные специалисты, знающие люди. Но те люди, которые стоят, скажем так, у власти этой школы, они не думают о детях. Они не думают об их безопасности. В школе нет видеокамер наблюдения ни в спортивных залах, ни в раздевалках. Периодически не работают рамки металлоискателей. И это проблема, это очень серьезная проблема, с учетом того, что у нас происходит в нашей стране. Далеко за камерами ходить не надо. Но в прошлом году в 10-м лицее порезали девочку ножом, который принесла одна из одноклассниц в школу спокойно. И, наверное, как там нужно обращаться, чтобы все-таки это решалось? Дина, скажи, пожалуйста, вот мы предварительно, когда с тобой общались, ты рассказала о том, что на тебя администрация школы натравила опеку. Вот ты можешь поподробнее рассказать, что это было, и вообще, ну, что тебя вменяют или в чем хотят обменить? Пока еще ни в чем не обвиняют, но пытаются обвинить, скажем так. Дело в том, что у защитников-ответчика не нашлось, не находится никаких аргументов. Поэтому они нашли фотографии в соцсетях, где мы с дочерью отдыхали в этом году на Алтае, увидели фотографию, где она не улыбается, и сказали, что, смотрите, этот ребенок плохо себя чувствует. Как они сделали этот вывод, я не знаю. И мать, скорее всего, что плохо ее кормит, она плохо за ней следит. Давайте мы вызовем на следующее заседание третьей стороной органы опеки и попечительства. Для чего? А я не знаю. У нас куча семей в России и в городском округе Химки в частности, которые пьют, как говорится, ведут асоциальный образ жизни. За ними нужен действительно глаз да глаз. У тебя благополучная семья. Ну, я это могу сказать даже просто по внешнему виду твоему. И в чем здесь вообще как бы участие опеки? Зачем? Ну, вот по мнению ответчика, оказывается, я плохо слежу за своей дочерью и подвергаю ее жизни, здоровье, опасности. То есть это такой ход, как бы перевести стрелки, называется. Лучшая защита – это нападение. Да. Вот придумать что-нибудь, но главное перевести стрелки. То есть люди, на которых уже заведено уголовное дело по статье «Халатность», они сразу начинают бросаться на родителей. Ну, на следующее заседание, помимо того, что я приду с видеокамеры, я приду, конечно же, с поддержкой. Я очень надеюсь, что неравнодушные родители придут и поддержат меня прямо на судебном заседании. Я максимально хочу дать этому делу огласку, так как считаю вообще все, что случилось, очень дичайшей несправедливостью. Дорогие друзья, Дине и ее дочке Радди нужна наша поддержка. Обязательно приходите, пожалуйста, на судебное заседание 13 декабря по адресу, который вы видите на экране. Только вместе, только все вместе мы сможем добиться справедливости и, естественно, чтобы виновные лица понесли наказание. Дина, спасибо огромное за то, что ты поделилась этой историей. Я уверена, что твой опыт и твоя борьба за права твоей дочери вдохновят других родителей не отступать, когда с ними, если с ними случатся такие неприятные события. Поэтому спасибо тебе огромное. Ты мужественная женщина. И я очень рада, что ты ввязалась в эту борьбу для того, чтобы показать, что свои права нужно отстаивать.